Эфир нашего телеканала продолжает программа «Бизнес Дона» в студии Эдуард Раткевич. Здравствуйте! В Ростовской области утвержден перечень системообразующих предприятий. Соответствующее решение принял донской губернатор Василий Голубев. В список попали «Росвертол», «Нефс», авиационный комплекс имени Бериева, «Ростельмаш», «Кванта», а также производители зерна, мяса птицы и другие. Всего 208 компаний. Как сообщается на сайте областного правительства, по всем предприятиям будет регулярно проводиться оценка основных экономических параметров состояния задолженности, объемов производства, а также численности работников и уровня их зарплаты. При этом сообщение подчеркивается, что попадание в список не означает наличие каких-то проблем у компаний. На прилавках ростовских супермаркетов появились товары по замороженным ценам. Напомню, в конце февраля крупнейшие российские торговые сети приняли совместное решение зафиксировать розничную цену 20 наименований товаров. Как сообщается на сайте Ассоциации компании розничной торговли, инициативу поддержали сети «Магнит», «Х5», «Ритейлгрупп», «Ашан», «Лента», «Окей» и другие. Какие продукты вошли в список и что ждет ростовчан после разморозки, выясняла Мария Ковалева. Ледниковый период на прилавках ростовских супермаркетов продлится ровно два месяца. Это значит, что покупатели могут не беспокоиться о том, что стоимость их продуктовой корзины вырастет значительно. Мы заморозили цены для наших покупателей с 27 февраля по 27 апреля на два месяца. Эта инициатива связана с тем, что мы бы хотели ограничить нагрузку на наших покупателей и не допускать резкого повышения цен, несмотря на сложившуюся ситуацию в стране. Мы взяли 20 категорий товаров и выбрали в каждой из категорий самый дешевый товар. При составлении списка продуктов все торговые сети ориентировались на постановление правительства. В нем всего 24 наименования социально значимых товаров. Это молоко, яйца, сахар и соль, чай, хлеб, масло и крупы. Сегодня торговые сети сами определяют список продуктов, которые попадают под заморозку цен. Узнать эти продукты можно по специальным ценникам в магазинах. Заморозка цен стала своеобразной социальной акцией федеральных торговых сетей. ФАС одобрила инициативу ритейлеров и посчитала подобные действия допустимыми в условиях сложившейся экономической ситуации. При этом независимые юристы полагают, что контролировать соблюдение инициативы никто не будет, если, конечно, стороны не договорились об ином. Соответственно, никакой ответственности за отступление от инициативы нет, кроме возможного осуждения со стороны общественности. Это означает, что торговые сети будут присоединяться к этой инициативе и следовать ей по собственному желанию. По собственному желанию они смогут отказаться от нее. Впрочем, на главный вопрос, что ждет ростовского покупателя после ценовой разморозки, ритейлеры пока ответа не дают. При этом власти успокаивают. Бояться роста цен накануне майских праздников жителям Донской столицы не стоит. Я не думаю, что предполагается резкий скачок цен. Мы с вами все-таки рассматриваем продуктовую группу товаров. В структуре розничного товарооборота у нас сети занимает всего лишь 26,5%. Настолько высока конкуренция в торговле. То есть продукцию можно приобрести, особенно сейчас мы будем организовывать ярмарки. Продукцию можно приобрести не только в сетевой торговле, можно приобрести в любом магазине, который предлагает к реализации, на рынках, на ярмарках. Кроме того, в феврале власти Ростовской области приняли решение ограничить максимальную торговую наценку на социально значимые товары. Ее размер не должен превышать 10%. Ограничения затронут не только торговые точки, но и перерабатывающие предприятия. Мария Ковалева, Владимир Дудник, Алексей Бабичев, Бизнес Дона. Донские аграрии открыли сезон весенних работ не на полях, а на выставочных площадках. Как подготовить угодья, выбрать удобрения и приобрести технику, обсудили на 18-м сельскохозяйственном форуме Юга России. На деловых встречах, конференциях и семинарах говорили о рисках и возможностях развития в новых экономических условиях. Подробности в сюжете. Традиционный агропромышленный форум Юга России собрал в этот раз более 120 участников. Специалисты сельскохозяйственной отрасли из разных регионов представили новейшие оборудования, удобрения и ветеринарные препараты. Но гвоздем выставочной программы остается спецтехника, отмечают эксперты. К новому сезону производители стараются обновить линейку и предложить наиболее экономичные модели. Сверхостропроизводители должны сверить свои шаги по техническому перевооружению и то, что сегодня представлено на этом форуме. Безусловно, я не хочу сказать, что они больше нигде не бывают и не верят ничего. Они это видят. Но здесь вот именно та продукция, которая производится в Ростовской области, которая продается по льготным ценам, та новая продукция, которая с нашими партнерами производится. Не только на других посмотреть и себя показать, но и обсудить проблемы отрасли собрались аграрии. На деловых встречах, конференциях и семинарах говорили о рисках и возможностях развития в новых экономических условиях. При этом настрой у сельхозпроизводителей бодрый, подчеркнул Вячеслав Василенко. Вот эти санкции, по крайней мере, из того, что мы провели совещание уже по весеннеполевым работам, что сегодня настрой, они наших крестьян не запугали. Они, наоборот, мобилизуют их и заставляют работать еще лучше, что они и делают. Я уже привел сегодня пример. Несмотря на трудности, мы минеральных удобрений закупили больше, чем было в прошлом году. Это немного, 3%, но это больше. Это нас радует, это говорит о том, что люди понимают ответственность. Новые горизонты и возможности видят эксперты в нынешней ситуации. В условиях, когда на прилавках магазинов импортных товаров стало меньше, спрос на отечественную продукцию должен расти. Санкции дали определенный стимул к развитию нашего сельского хозяйства. И все равно самое главное – это использование современных технологий земледелия. Но основная проблема, которая должна сейчас возникнуть – это повышение эффективности земледелия. Повышение эффективности земледелия должно в первую очередь основываться на комплексном унесении минеральных удобрений наряду с микроэлементами, микродобавками и соблюдением строгих технологических сроков. Интересным и перспективным назвали Донской регион и зарубежные партнеры. На агропромышленный форум в Ростов в Швейцарии отправила делегацию бизнесменов во главе с послом. У Швейцарии санкций нет. Мы не в Евросоюзе, и у нас санкций нет. И поэтому мы видим здесь интересные возможности новых сотрудничеств. И поэтому мы здесь сегодня и завтра. И я очень рад быть здесь второй раз. Форум проходил четыре дня. За это время организаторы провели три конкурса. Выбрали победителя в номинации «Передовое хозяйство района», а также определили лучшие образцы сельскохозяйственной техники и агротехнологии. Виктория Щетинина, Игорь Коровтенко, «Бизнес Дона». Кризис – время новых возможностей. Так считают и теоретики, и практики. Кто готов выйти из непростой ситуации с минимальными потерями, и какой бизнес лучше открыть в нынешних условиях? Подробнее об этом рассказывает заместитель председателя комитета по развитию молодежного предпринимательства Торгово-промышленная палата Ростовской области Игорь Захидов. Торгово-промышленная палата Ростовской области все те проблемы в экономике, которые со стороны Запада надвигаются на Россию, это всего лишь попытка стран Запада отодвинуть или отсрочить то, что неизбежно. В этой связи, конечно же, у наших предпринимателей и просто у граждан появляется уникальная возможность. Ну, тут мы можем разобрать на примере Японии. Например, японская иена в прошлом году обесценилась, курс иены упал по отношению к доллару почти в два раза. Тем не менее, мы не видим, что в Японии был какой-то существенный кризис. А связано это с чем? С тем, что Япония производит практически все товары народного потребления и продукты питания, чтобы обеспечивать свои потребности. Следовательно, у наших предпринимателей также сейчас появилась возможность то самое импортозамещение, о котором мы говорили, воспользоваться. Но это не единственная возможность. Дело в том, что на сегодняшний день существуют также дисбалансы на финансовых рынках. Рано или поздно такой дисбаланс будет устраняться. Это мы видели и в предыдущей кризисе. То есть, маятник, качнувшись в одну сторону, обязательно вернется в другую. И товары, и активы, точнее, реноминированные в рублях, обязательно будут восстанавливаться. Точно так же, как будет восстанавливаться стоимость нефти. Это была последняя информация выпуска. Я, Эдуард Раткевич, с вами прощаюсь. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова